Снова добро пожаловать, друзья! Мы рады, что каждый из вас уделил время среди недели, чтобы прийти сюда в нашу аудиторию, церковь Spring Meadows, находящаяся в Сэнфорде, штат Флорида. Также хочу поприветствовать тех, кто смотрит программу столкновения пророчеств онлайн. Если вы впервые смотрите эту программу, тогда вам просто необходимо настроить себя на то, что мы будем изучать, так как наша тема является одной из самых противоборствующихся тем, исходящих из книги Откровения. И мы молим за то, чтобы Божий Дух пребывал с нами на этом месте. Также вы можете молиться за меня, чтобы я мог в Божьем Духе донести это послание, которое истинно. Как говорил Христос, приблизилось время. Сегодняшняя презентация имеет отношение с темой под названием «Жена, сидящая на звере». Эта тема разворачивается в книге Откровения, 17 главе. И сегодня мы в конкретности поговорим о том, кого представляет этот зверь, упоминающийся в книгах Откровения и Даниила. Не так давно, пару лет назад, одна девочка со штата Вирджиния была шокирована, когда на заднем дворе она увидела черепаху с двумя головами. Она очень испугалась и удивилась. Находясь в состоянии шока, она не знала, что ей делать. Она попыталась накормить ее какой-то травой. Тогда обе головы начали сражаться за эту пищу. Верьте или нет, но животные с двумя головами не такие уже редкостные существа в так называемом царстве животных. Обычно такие существа не живут длительное время, так как они чувствуют, как два разума говорят одному телу делать разные вещи. Они никогда не приходят к какому-то соглашению, следовательно, они просто не выживают в дикой природе. Но никто никогда не видел существ с четырьмя головами. Не говоря уже о тех, у которых семь голов. Но Библия говорит о таких существах, у которых есть по четыре или даже по семь голов. И говоря в конкретности, в Библии есть одно существо, которое продолжает появляться в книге Откровения с семью головами и десятью рогами. И вы найдете такое же существо с таким же внешним описанием в книге Даниила. И сегодня, посмотрев на все доказательства, вы увидите, что эти существа представляют одну и ту же власть. Нам нужно определить эту власть, которые отыграют свою роль в последние дни. Если вы прихватили с собой Библию, давайте посмотрим книгу Откровения, 17 главу, где написано «И повел меня в духе в пустыню». И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Мы уже говорили об этом раньше, и позже мы посмотрим на еще пару стихов, но в библейской символике что представляет жена? Церковь. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Дальше написано «Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную». Во всем Ветхом Завете Бог приравнивает Израиль к своей невесте, поэтому его люди часто определяются как его жена. Есть две разные жены в обоих в Ветхом и в Новом Завете. Одна из них верна Богу, другая неверна. И эта жена, очевидно, не является той верной женой, поскольку на ее лбу написан, так сказать, целый параграф, где говорится, что она является матерью всех блудниц. Она не является верной женой. Мы видим этих двух жен в книге Откровения. В Откровении 12 мы видим хорошую жену. Таким образом, какая связь между этой женой и Откровением 12, где мы видим другого зверя. Давайте посмотрим в 12 главе 3 стихе. «И другое знамение явилось на небе. Вот, большой красный дракон. Такого же багряного существа мы видим в Откровении 17 с семью головами и десятью рогами. Это тот же зверь, и на головах его семь диадим». И дальше там говорится, что этот зверь пытается напасть на эту жену. Итак, в Откровении 17 главе мы видим этого красного зверя, у которого семь голов и десять рогов, на котором восседает жена. Они сотрудничают. Затем открываем Откровение 12. Этот же зверь пытается напасть на ту жену, которая обличена во свет, что символизирует Церковь Божью. В наших следующих уроках мы поговорим и на эту тему. Теперь смотрим Откровение 13 главу. Вы наверняка слышали о числе 666. Начертание зверя. Это в 13 главе книги Откровения. И здесь вы можете прочитать «И встал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя». Обратите внимание, он выходит из моря с семью головами и десятью рогами. Звучит знакомо? На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Богохульство — это когда кто-то унижает авторитет Божий, приравнивая себя к Божеству, тот, кто претендует на Божьи прерогативы. Итак, вы увидите жену, на которой имена богохульные. В Даниила 7 главе также говорится об этой богохульной власти зверя. И здесь мы снова видим это существо. Теперь мне нужно сразу вам сказать, как можно подобрее, и вы хотите, чтобы я говорил вам правду, не так ли? Павел говорил, итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Я надеюсь, вы не пришли сюда, думая, что я буду проповедовать о легких вещах, но необходимо знать, о чем говорит Библия. В Ветхом Завете Божье Слово очень верно по отношению о благословениях своих людей. И множество раз люди были верны Богу. Они сопровождались чудесами. Бог говорил, один из вас будет пасти тысячи. Затем Он говорил, если отвернетесь от Меня и пойдете вслед других богов, Бог пророчествовал о их невежестве и неверности. Он говорил, они будут блудодействовать вслед богов своих. Он говорил о своих людях. Он также говорит об этом в Новом Завете. Павел пишет, ибо Я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самых восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Таким образом, даже Павел предсказывает, что с церковью что-то произойдет. Дьявол увлечет за собой эту церковь, и будет много неверия. Что же, я скажу вам прямо сейчас, в Откровении 13, там говорится не только об одном звере. В Откровении 13, есть два зверя. Мы всегда говорим о начертании зверя, но в действительности в этой главе прослеживаются два зверя. В первых стихах 13 главы, говорится о первом звере. Позже, дойдя к 11 стиху, написано, и увидел я другого зверя. Прямо сейчас я скажу, кеми являются эти звери. И от него присутствуют исторические доказательства. Первый зверь представляет церковь, зародившуюся в Риме, более известная как католицизм. Второй зверь представляет протестантизм, зародившийся в Соединенных Штатах. Все мы в этом замешаны, так как я сам протестант. Я люблю тот факт, что я американец, но я должен говорить о том, что написано в Библии. И таким образом, некоторые вещи уже исполнились, другие вещи еще должны исполниться. И нет, я не говорю о какой-то конкретной личности, или о католике, либо протестанте, или американце. Я говорю о системах и местах, где церковь зашла в непослушание. Это было предсказано в пророчествах. Вы хотите, чтобы я продолжил? Я хочу быть верным, вежественным, но я не хочу ходить вокруг да около. Таким образом, с этим в уме мы видим этого зверя, который упоминается снова и снова, с семью головами и десятью рогами. Мы определим, кем является этот зверь. Он также известен как антихрист. Слово антихрист, конечно же, означает «против Христа». Сколько раз слово антихрист упоминается в книге Откровения? Оно вовсе там не упоминается. Я говорил это ранее, что это только в посланиях Иоанна. Иоанн говорил, что еще в его дни появилось много антихристов. Таким образом, слово антихрист можно толковать в широком смысле. Но главный зверь или противник также является антихристом. Он является той властью на стероидах в книге Откровения. Хорошо, давайте получше разберемся, что такое зверь. Вопрос номер один. Что символизирует зверь в пророческом понимании? Мы позволим Библии толковать Библию. Давайте посмотрим книги Даниила, седьмой главе, синосный стих. Здесь написано, эти большие звери, которых четыре, означает, что четыре царя восстанут от земли. Это не только цари, это также включает царство. Мы можем посмотреть Даниила, 7, 23. Здесь написано, что зверь четвертый, четвертое царство будет на земле. Итак, цари и царство, это говорится о властях. Даниила, 8, 20. Здесь вы увидите говорится о том видении, о овцах и кослах. Здесь написано, овен, которого ты видел, с двумя рогами, это царь Медийский и Персидский. А козел Косматый, царь Греции. Таким образом, этот овен, у которого между глазами находится еще один рог, символизирует первое царство, которое, как мы знаем, возглавил Александр Великий. И даже если посмотреть сегодня, используются ли образы разных животных, чтобы символизировать разные страны? Когда я говорю о медведе, о какой стране вы думаете? О России. Что насчет Орла? Соединенные Штаты. Лев. Великобритания. Верно. Таким образом, это не есть что-то новое или необычное. Такие образы используются многими странами, и также Бог использует этот образ в пророчествах. Хорошо, второй вопрос. Присутствует ли в 7 главе книги Даниила «Зверь с десятью рогами»? Теперь мы переходим к Ветхому Завету, и находим фундамент, на котором можно построить понимание книги Откровения. Помните, что я говорю? Из всех 404 стихов из книги Откровения, 278 из них упоминаются в Ветхом Завете. Таким образом, чтобы понимать Откровения, нужно обратиться к Ветхому Завету, где все это укоренено. Книги Даниила и Откровения – это книги, на которые нужно смотреть вместе, чтобы их понимать. Давайте посмотрим Даниила 7 главе во 2 и 3 стихе. Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Я прочитаю вам пару стихов здесь из 7 главы книги Даниила. Если вы принесли с собой Библию, вы можете присоединиться к чтению. Давайте посмотрим на 3 стих, Даниила 7.3. «И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Первый как лев. Как что? Первый как лев. У него крылья орлиные. Я смотрел, доколе невырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и встал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя. Это не Россия. Стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так, «Встань, ешь мьяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс, на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего. Я уже говорил вам, что в Библии существует зверь четырьмя головами. И власть дана была ему. И затем говорится о звере, который и стал анкеристом. После сего, видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый. Страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает. Останки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей. И десять рогов было у него. Звучит знакомо? Я прочитаю немного дальше, восьмой стих. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов, с корнем и сторгнуты были перед ним. Я помню в детском возрасте, когда взрослые зубы вырастают, они вытесняют молочные зубы. Такая картина разворачивается здесь, где появляется этот небольшой рог, и он вытесняет на своем пути три предыдущих рога. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Или еще можно назвать это богохульством. Хорошо. Таким образом, этот последний зверь сильно встревожил Даниила, так как он преследует Божий народ. Вы можете дочитать сами эту главу. Итак, эта глава будет служить нам как основание того, что такое зверь, поскольку позже мы определим, кем является этот зверь в книге Откровения. На самом деле, я должен говорить «звери» в Откровении, которые отыграют свою роль в последние дни. Итак, мы узнали, что один из тех зверей, а именно четвертый, имеет десять рогов. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей. Я хочу, чтобы вы отметили несколько моментов. Первое, это то, что эти существа в книге Даниила выходят из моря. Таким образом, что символизируют моря и ветра? Ветра символизируют войны. Помните, мы говорили об этом? Это Откровение 7 глава. Под ветрами подразумевается смятение, борьба, сотрясение, разрушение. Что насчет моря или воды? Определение этих символов находится в Библии. Ангел сказал Иоанну в Откровении 17.15, «Воды, которые ты видел, суть люди и народы и племена и языки». Здесь говорится о большом количестве людей. Между прочим, если вы откроете Даниила 9 главу, там написано, что власть нечестивого придет как потоп. И, собственно говоря, эта власть зверя выходит из плотно населенной части мира, где есть цивилизация. Хорошо, следующий вопрос. Четвертый. Какое царство символизирует лев? Я хочу пройтись поэтому, так как для того, чтобы понять, кем является четвертый зверь, необходимо понимать последовательность истории предыдущих зверей, тогда все становится очень понятным. Лев символизировал Вавилон. Если вы посмотрите во второй главе книги Даниила, Даниил ясно заявляет на уходу на ссору, говоря, ты являешься этим первым царством. Ты – это золотая голова. Лев – это был Вавилон. И если вы посетите некоторые музеи, они восстановили некоторые из древних вавилонских ворот. Я думаю, их назвали воротами Иштар. И там на них даже можно увидеть львов с крыльями, прямо как в видении Даниила. Лев с двумя крыльями. Почему Даниил сказал, что лев станет на ноге, как человек? Так как царь на уходу на ссор, в конечном итоге, обратился. Вместо того, чтобы быть зверем, он стал сыном Божьим. Перед тем, как он умер, он обратился и прославил Бога. Вы прочитаете об этом в Даниила, главе 4. Какое царство символизирует медведь? Итак, мы поговорили о Вавилоне. Какое царство следующее? Что символизирует медведь в Даниила 7.5? И что символизирует три клыка, которые находились у него между зубами? Медведь символизирует Мидо-Персидское царство. У них было больше власти, поэтому написано, что он стоял на одной стороне. На одной стороне он сильнее. У него между зубами три клыка. Они символизируют три царства, которые были побеждены, когда империя была захвачена. Это мировая вавилонская власть, которая состояла из трех частей, а именно Вавилон, Ливия и Египет. Это эти три клыка. Все это происходило в истории. Перед тем, как я пойду дальше, я хочу поделиться одной мыслью. Эти звери, которые упоминаются здесь Даниила, это не означает, что они единственные царства, которые есть в мире. В то время, когда правил Вавилон, он являлся довольно большой империей, так же, как и Греция и Персия, если вы знаете историю. Также были большие империи в части Южной Америки. Была Камирская империя, Китайская, Монгольская. Было много больших империй. Но эти империи упоминаются потому, что они были теми, кто оккупировали Божий народ. У них была власть над землей израильской. Поэтому единственные империи, которые упоминаются в видениях, это те, которые имели сильное влияние над землей израильской. Позже называемые просто как Божий народ. Хорошо? Таким образом, это нации, которые увлечены в этом. Какое царство символизирует четырехглавый барс? Какая власть пришла после Пересецкого царства? Я думаю, все мы знаем историю Александра Великого, который победил Дарья. Он стал этим рогом на голове барана. Точнее, на голове козла. Он также символизирует первого царя, Барса. Но после его смерти, его царство было разделено среди его четырех генералов. И у них была большая империя. Тех четырех генералов, которые получили царство Александра, звали Кассандр, Лисимах, Птолемей и Селевк. Итак, это четыре империи. Вы можете увидеть карту этого царства, которым правил Александр. И удивительно то, что он умер всего в 32 года. Кто-то сказал мне, что за 10 лет его солдаты промаршировали 35 тысяч километров. Никому в истории такого не удавалось. Куда бы он ни пошел, он везде получал победу. И его подход был очень отличающимся. Его целью было не просто завоевывать, но он хотел распространять философию о образе жизни. Это то, почему Новый Завет написан на грецком языке. Потому что это влияние оставалось в силе в последующих империях, о которых мы сейчас говорим. Наш следующий вопрос. Какое мировое царство символизирует четвертый зверь? Если вы знаете историю, то одно мировое царство окружило Средиземноморье и оккупировало Израиль. Был Вавилон, затем Медоперсия, затем Греция. И кто завоевал Грецию? Рим. И вы знаете, что также интересно? Каждое царство правило чуть дольше своего предшественника. Таким образом, дьявол узнает что-то новое на своем пути. Его царство становится сильнее и правит дольше. Вы можете прочитать, кто стал этим четвертым царством в Новом Завете. Луки 2 глава 1 стих. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление, от Октавиана Августа, вышло повеление сделать перепись по всей земле. Он являлся императором Рима. Между прочим, отсюда мы и получаем месяц август. И причина, по которой месяц февраль короче других месяцев, это потому что Юлий Цезарь назвал месяц в свою честь. Он называется июль. Цезарь Августин подумал это несправедливо, что в июля дней больше. Поэтому он отнял пару дней февраля, чтобы сделать свой месяц таким же длинным, как и в других. Это уже называется слишком много информации, не так ли? Хорошо, по всей земле, по его указу, должна была произойти перепись. Итак, почему после этого Рим сравнивается с десятью рогами? Почему это четвертый зверь? Кто правил над миром, когда родился Иисус? Рим. Это были римские солдаты, которые распяли его на кресте. Римский воин пронзил его в сторону. Римские солдаты охраняли могилу. Рим был принципиальной властью на то время. И именно Рим был замешан в том, чтобы преследовать раннюю церковь. Что вы наверняка учили в школе, в первых классах. Вы все слышали о том, как христиан сжигали на костра в Колизее? Таким образом, мы читаем и десять рогов, которые ты видел. Это Откровение 17.12. Суть десять царей. Что произошло, когда Рим был управляем цезарями, который более известен как языческий Рим? Он начал ослабевать. Из-за того, что варварские орды начали атаковать разные части Рима, Рим начал терять контроль. Они настолько погрузились в декаденство, что для них это стало развлечением. Я не знаю, было ли это вам известно. Что-то похожее происходит с нами. Они не уследили за тем, как варвары начали завоевывать грани царства. И в конечном итоге Рим пал. Он не до конца был построен, но он очень быстро пал. Где-то в 476 году. Что пришло ему на смену, когда Рим пал? Римская империя. Вот карта, которая показывает территорию Рима во время зенита и его правления. Он начал распадаться более интенсивно в северо-западной территории. Он распался на десять дивизионов. Это десять ветвей Римской империи. Вот эта карта с древними названиями этих десяти распавшихся царств. Возможно, вы знаете их некоторые современные имена. Это были алеманы. Кто-то из вас говорит по-испански. Как на вашем языке вы говорите Германия? Алеман. Да. Таким образом, мы получаем алеманов, которые сегодня являются германцами, франков, которые сегодня французы, англосаксов, сегодня известные как англичане, а также бургунды, сегодняшняя Швейцария, свевы, это португальцы, я думаю, сейчас должен появиться следующий слайд. Мы ждем, чтобы вся аудитория могла увидеть. Спасибо. Свевы, это португальцы, ломбардцы, это итальянцы, вестготы, это испанцы. И затем обратите внимание на три народа, о которых мы больше не слышим. Другие все еще существуют. Но такие как вандалы, герулы и астготы, вандалы располагались в Северной Африке. Вы когда-нибудь слышали о вандализме? Было много христиан, которые рассеялись по всей Римской империи. И даже перед тем, как умер Павел, он сказал, что Слово Господне распространялось по всей стране. Даже в части Северной Африки были христиане. И когда христиане в Риме начали окунаться в видолопоклонство, христиане, находящиеся в Северной Африке, говорили, что это против закона. Они говорили, вы служите римским богам. Это называлось вандализмом. И когда кому-нибудь в Риме отрезали руки, вы когда-нибудь видели эти римские статуи с одной рукой и с этим загнутым носом? Многое это было сделано вандалами. Они говорили, это идолопоклонство, вы служите римским богам. Но позже эти царства были завоеваны. Хорошо? Итак, перед тем, как мы оставим книг Даниила, я хочу, чтобы вы обратили внимание на еще кое-что. Возможно, вы заметили, что есть некоторые из хостков Даниила 2 главе, где говорится об этом большом истукане, который символизирует царства земные. Это пророчество дано в образе этого истукана, который позже был разрушен. Это истукан, у которого голова была из золота, руки из серебра, чрево из меди, и ноги его частью железные, частью глиняны. Давайте вспомним о том, какие зубы были у четвертого зверя. Железные зубы. И таким образом, в части, где находятся 10 пальцев, они были из железа и глины. Вы увидите в этом сходство между второй главой книги Даниила, седьмой главой. Откровением 13, Откровением 12, мы видим, что все эти вещи говорят об этих мировых царствах, которые повлияют на развитие Божьего царства в последние дни. И, следовательно, давайте сейчас посмотрим на девятый вопрос. Что происходит дальше в пророчестве седьмой главы книги Даниила? Он сказал, я увидел, я прочитаю вам эти стихи. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. Таким образом, эти 10 дивизионов Римской империи включали в себя вандалов, герулов и азготов. Но когда пришло правление этого небольшого рога, который против Всевышнего произносит слова и угнетает святых Всевышнего, там написано, что даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И эта власть небольшого рога, когда она поднимается, она искорняет за собой три предыдущих. Запомните это? И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие. Чем-то эта власть отличалась от других, и уста, говорящие высокомерно. Таким образом, чем похож зверь из 13 главы Откровения на зверя из Ведения Даниила в 7 главе? Написано, обратите внимание на следующее. Это Откровение 13. Здесь говорится о начертании зверя, о числе 666. 13 глава начинается с таких слов. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. Теперь, читали ли мы в Даниила о льве, о медведе и о барсе? Это означает, что этот зверь, основан опираясь на эти предыдущие царства, здесь присутствует связь. Вы наверняка обратили внимание, что в книге Даниила написано о льве, медведе и барсе. В Откровении написано о барсе, медведе и затем льве. Противоположный отсчет. Почему? Это очень просто. Даниил смотрит вперед в будущее этого пророчества. Иоанн теперь смотрит назад в прошлое. Таким образом, с их перспективы, вы видите одну и ту же последовательность. И, следовательно, в этих пророчествах говорится о царствах и властях, которые оккупировали божий народ, а также преследовали их. Затем восстает новое царство, о котором пишет Иоанн в Откровении. Это была римская власть, которая царила в то время. Иоанн был заключен в плену на острове Патмос римскими властями. Он был заключен за его веру, и он пишет «Пасть у этого зверя, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Все мы знаем, что дракон, конечно, представляет сатану, а также древнего змея и дьявола, но этот дракон действовал через римское правительство. Написано, что дракон сестал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Дьявол использовал римскую власть, чтобы попытаться убить Иисуса, когда он был младенцем. Таким образом, дьявол работал через рим, когда Иисуса распяли. Дьявол использовал это царство, чтобы преследовать христианство. Затем, после падения, языческий рим прошел через изменения. Перед тем, как я пойду дальше, обратите внимание на некоторые сходства, которые мы только что обнаружили в этом антиресте, о котором говорится Даниила и Откровении. На экране вы можете увидеть целый список, и мы вместе посмотрим на них. Я знаю, шрифт немного мелковат, но я надеюсь, вы поймете, о чем идет речь. В обоих книгах в Даниила 7 и в Откровении 13 присутствует лев. Также присутствует медведь. Там также упоминается о барсе и о драконе. В обоих книгах говорится о десяти рогах и о пасти зверя. И там и там говорится о войне со святыми и о победе над святыми. А также говорится о конкретном периоде времени. И это время имеет один и тот же срок, но указан он по-разному. Время, о котором говорится Даниила, это время, времена и полувремя. В Откровении же написано 42 месяца. Это один и тот же срок. Время на еврите это означало один год, законченный цикл сезона. Времена означает одна пара или два года. Это уже получается три года. И полувремя, что означает полгода. В еврейском понимании 30,5 года, 1260 дней и 42 месяца это один и тот же срок. У них было 30 дней в каждом месяце. В Откровении этот срок упоминается как 1260 дней. Хорошо? О, да, я извиняюсь. Спасибо большое. Карен увидела ошибку в моей графе. Мы исправим это в постобработке. Здесь написано Даниила 13. Но должно быть написано Откровение 13. Это была моя ошибка. Извините за это. За этот слайд. Она делала все эти разные выражения лица, и я подумал, что что-то не так. Я начал проверять, что произошло. Но это слайд. Она подает мне сигналы, когда я проповедую. Обычно это... Вот так, или... И еще так. Поэтому она сидит здесь. Да, вот она сидит, показывает проповеду и дальше так. Да, хорошо. Идем дальше. Итак, 11 вопрос. Какие подсказки были даны в Откровении 17, чтобы помочь идентифицировать, кем является антихрист? Давайте откроем Откровение 17. Там говорится о том же звере. Но теперь на этом звере сидит жена. Я еще с вами не читал этого, не так ли? Откройте ваши Библии. Откровение 17 глава. И... Настал момент, когда вам нужно глубоко вдохнуть. Первый стих. И пришел один из семи ангелов, имеющих сем чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, из этого нам ясно, что она нехороша, сидящую на водах многих». Что символизирует воды? Правление над множеством людей. «С нею блудодействовали цари земные, правительство, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в профиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом». Звучит прекрасно. «И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой у блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее». Итак, давайте теперь продолжим и найдем истолкование этим критериям, о которых мы только что прочитали. Кого представляет эта жена? «Жена же, которую ты видел» — это последний стих 17 главы. Написано, «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Когда Иоанн был в плену на острове Патмос, какой великий город царствовал над земными царями? Рим. Таким образом, что символизирует жена? Жена. Церковь. Таким образом, жена восседает над Римом. Мне уже не нужно давать вам подсказки, чтобы вы поняли, о ком идет речь. Но мы продолжим. Я думаю, это очень яркий пример того, как Божьи пророчества исполняются. Написано о семи головах. Что символизирует семь голов? Если вы хотите поспорить с Гавриилом, тогда вперед. Но он сказал Иоанну, «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов — суть семь гор, на которых сидит жена». Думаю, каждый присутствующий здесь знает, что если просто посмотреть в энциклопедию, там написано, что Рим является городом семи холмов. И там даже написаны имена этих холмов. Но Рим — это город семи холмов. Рим исторически известен как город семи холмов. Кто из вас знал об этом раньше? Есть ли в Рим и церковь, которая обустроила там свое правление? Во что она обличена? В Порфиру, и Багряницу. И если вы посмотрите в учения католической церкви, Рима-католической церкви, Порфира и Багряница — это официальные уборы иерархов Рима-католической церкви. Кардиналы носят Багряницу. В свою очередь, священники носят Порфиру. Иногда можно увидеть папу, носящего обе эти уборы. О каких еще сведениях говорится в 17-й главе? Написано, что жена украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Что же? Кто-то из вас бывал в Риме? В Ватикане? Вы видели все эти драгоценности? Это невероятно удивительно. Сообщается, что драгоценности Ватикана были оценены и посчитаны мировым журналом ООН в несколько миллиардов долларов. И это только имение золота. Вместе, американский резерв и швейцарский не могут сравниться с имуществом золота Ватикана. И это уже не говоря о других драгоценностях, о таких как серебро, недвижимость и о наличных деньгах. Они являются одними из самых богатых учреждений на Земле. И каким-то образом они как-то пережили потери миллионов долларов из-за судебных исков. Сейчас они снова на пути к решению. Написано, что она держала золотую чашу в руке своей. Если вы знаете что-то о католической литургии, и когда-то я ходил в католические школы, там много хороших людей. Мы не говорим о людях. Вы все это понимаете? У меня есть много друзей-католиков. Я уверен, что у вас также есть. Хорошие люди. Конечно, она, как и любая другая церковь, имеет хороших и плохих, верно? У нас есть много хороших людей в моей церкви, но также есть некоторые со своим, так сказать, изюмом. Каждая церковь, абсолютно каждая, имеет таких людей. Поэтому мы не говорим о людях, хорошо? Мы говорим о том, о чем говорит пророчество. О том, что повествует Господь, верно? Таким образом, она держит золотую чашу в руке своей. И если вы прочитаете в католической энциклопедии, написано, что золотая чаша является на самом главном месте и всех священных сосудов церкви. Находим ли мы такое в Библии? Разве это библейское учение? И затем говорится о титуле этой жены мать блудницам и мерзостям земным. Знаете ли, Папа, само собой, является лидером католической церкви. Но вы знали, что в Риме Папа также является пастором местного собрания? Это латеранская церковь. И вы знаете, что написано у входа на дверях этой церкви, на дверях латеранской церкви, возглавляемой Папой, написано, что она мать всех церквей? Это написано при входе. Я забыл, здесь есть фотография этих дверей на экране. Двенадцатый вопрос. Существуют ли подобные сведения в Даниила 7, которые помогают идентифицировать, кем является антихрист? Сейчас мы возвращаемся в седьмую главу книги Даниила. Мы сравниваем Писание с Писанием. Там указаны десять характеристик. Я выставил их в алфавитном порядке от А до И. Первое, написано, что эта власть восстанет из десяти. Она является лидером человечества. Она искореняет три других царства. Она другая или отличающаяся. Эта власть преследует. И то, что после 476 года она разделится, она правит 1260 лет, или же время, времена и полувремя. Она виновата в богохульстве. Она изменяет Божий закон. Написано, возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И затем появляется власть этого небольшого рога. Власть, которая уникальна. Она отличается. Теперь давайте посмотрим... Как я и говорил ранее, мы поговорим о протестантизме. Позже поговорим об Америке в следующих уроках. Но сейчас мы говорим о главных религиозных властях. Итак, попадает ли папство по все 10 критериев, которые мы только что увидели? И сперва... Первое, восстало ли это правление из других наций в Европе? Да. Где находится Италия? Она находится в самом центре Рима. Оно восстало в среде Средиземноморья. Вы обратили внимание на сказанное в Даниила 7? И вот четыре ветра небесных боролись на Великом море. Какое море считалось великим библейскими писателями? Было море Галилейское, было Мертвое море, и также Великое море, которое является Средиземноморским. И само собой, Италия являлась столицей в самом центре Великого моря. Написано, что именно отсюда поднялось это правление. Написано, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Таким образом, языческий Рим, или дракон, дает позицию этому новому учреждению, которое развратилось в то время. И вы можете прочитать об этом в истории. С обращением к Константину христианства, вы знали, что до этого христианство в Риме было запрещено. Но христиане и евреи в Риме были гонимы поначалу. Вы даже можете прочитать об этом в книге Деяний. Другая религиозная практика была запрещена. Люди были гонимы. Но со временем, когда Константин сражался в иностранных войнах, он был римским императором. И он сказал, знаете ли, христиане никому не вредят. Они очень мирные. До определенного времени они хотели уничтожить всех христиан. Но чем больше их преследовали, тем больше христианство росло. Константин заявлял, что у него было видение. Он сказал, что со знаком креста он будет побеждать. Константин легализировал христианство, а также его мама была христианкой. И почти за одну ночь христианство стало популярнее. Уже было популярнее становиться христианином. И каждый в правительских кругах хотел быть христианином. И в конечном итоге в Риме все языческие боги и священники, они сказали, что же нам делать с нашими старыми богами. Произошел скачок. Каждый хотел стать христианином. Поначалу дьявол действовал по плану А, а именно уничтожал христиан, преследовал, кормил львам и загонял под землю в катакомбы. Но затем он перешел к плану Б, легализировать церковь. Он снял запрет христианства, и в конце концов церковь пошла на множество компромиссов. Например, вы знаете, что есть заповедь, которая гласит, не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Это одна из десяти заповедей, верно? Это вторая заповедь. Тогда было множество всяких идолов, всяких богов. Там даже кто-то сказал, что в Риме идолов было больше, чем птиц. Они были повсюду. Там были боги, такие как Меркурий, Аполлон, Зеус и все эти другие грехские боги, которые они смешали с римскими богами. Там был целый загон всяких богов. Даже Павел в книге Дианей шел и проповедовал язычникам. И он говорил, приходя и осматривая ваших богов. Там были идолы, статуи, Дианы, Афины и всех этих других. И когда каждый стал христианином, Библия говорит, вы знаете, не поклоняйся другим богам. Тогда они сказали, что нам делать с нашими идолами? Они не хотели потерять язычников, поэтому они сказали, ну, их нужно как-то удержать. Для начала, пускай они дадут своим статуям христианские имена. Таким образом, они начали называть свои статуи Петр, Иаков, Иоанн, Иисус, Мария. И они продолжали молиться перед ними. И словно за одну ночь идолопоклонство проникло в церковь. Фактически, если вы отправитесь в базилику святого Петра в Ватикан, там есть статуя святого Петра. Статуя, которая еще старее самого святого Петра. Это статуя, которая однажды была статуей Юпитера. Это было красивое произведение искусства, поэтому они привезли ее в Ватикан и сказали, давайте назовем ее Петр. У него над головой находится солнечный нимб. И там в Ватикане люди подходят и целуют на ноге палец, с этой статуей святого Петра несколько раз. Конечно, в итоге, все в церкви начало изменяться. Люди там были, возможно, и хорошие, но они пошли на компромиссы. И знаете ли, некоторые христианские лидеры сказали, у нас будет больше прихожан в церкви, если мы пойдем на маленькие компромиссы. Это был весь их план. И таким образом, церковь в Риме обрела авторитет. У них даже была своя армия, чтобы силой продвигать религию. И сейчас мы поговорим об этом больше. Когда Константин покинул Рим, он отдал свой престол понтифику. Разве не об этом мы только что читали в Библии? Дал ему дракон силу свою и престол свою и великую власть. Именно это и произошло исторически. Из этого мы узнаем, что эта религиозная власть будет иметь своего лидера, главу, который будет говорить от всего папского учреждения. И, конечно же, папство имеет только одного главу, папу, который является самой главной особой, воздавляющей всю организацию. Эта деталь соответствует критерию пророчества. Также сказано, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. Что означает слово «католический»? Оно означает «всемирный». Возможно, некоторые из вас читали то, что они называют апостольским вероисповеданием. И там написано, мы являемся частью Святой Католической Церкви. Когда я впервые прочитал это в протестантской церкви, я сказал, что они ответили слово «католический» и означает «всемирный». Таким образом, это глобальное движение, не только локальное. И еще одно заявление, это заявление папы Бонифации VIII, он говорил, «мы также провозглашаем, заявляем и учим, что спасение каждого живущего человека на земле зависит полностью от подлежания римскому понтифику». Это их учение, что он должен получать высочайшее уважение, будучи главным авторитетом. Написано, что у этой власти были уста человеческие, говорящие высокомерно. Дальше написано, что эта власть уничтожит или искоренит за собой три предыдущие царства. Помните о небольшом роге, который, вырастая, искоренил за собой три другие? Как это произошло? Давайте посмотрим, что произошло в истории. Три царства арийских, не поддерживающих папства, герулы, вандалы и астготы, когда папа пришел ко власти с армией, первое, что он сделал, это послал свои войска, чтобы сражаться против царств, которые не признавали его авторитета и не соглашались с его теологией. Эти царства были разрушены. Именно поэтому мы больше ничего не слышим о астготах, вандалах и герулах, так как эти царства были искоренены. Именно об этом было предсказано. Но до раннего времени было 10 рогов. Затем три рога были искоренены. Это произошло между 493 и 538. Когда? В 493 и 538. Держите это в уме. Написано, что это царство будет другим или отличающимся от других царств. Сегодня это движение является всемирным. Оно отличается не только тем, что оно имеет правительскую власть, но оно также обладает религиозной властью. Римская церковь во время этой записи имеет приблизительно 1,2 миллиарда последователей. Перед программой я проверил эту информацию. Сейчас в мире приблизительно 2,2 миллиарда христиан, учитывая протестантов. А также в мире приблизительно 1,7 миллиардов мусульман. Это две самые большие религии мира прямо сейчас. Но католики это самая большая группа в христианстве. Дальше там сказано, что эта власть пойдет воевать и преследовать святых. Сбылось ли это пророчество? Да. Если вы прочитаете в истории... Знаете ли, я помню, мой отец встречался с Папой Иоанном Павловым II. И если вы пожертвуете 2 миллиона долларов на церковь, возможно, у вас также появится возможность встретиться с Папой. Назад в 2000 году, когда Папа Иоанн Павел II праздновал ювелийный год, и во время этого ювелия церковь публично извинялась за свои гонения в прошлом, в период Инквизиции. Это исторический факт, что было великое гонение, которое произошло в Европе. И сегодня вы можете побывать в местах, где вас приведут в церкви и спросят, а вы хотите увидеть подземелье? Они заводят вас туда и говорят, вот здесь находилась камера пыток. А вот здесь повсюду можно увидеть орудия, которыми проводились пытки. Все это находится на всеобщем обозрении в подвалах церквей. Таким образом, это исторический факт, что они сражались против тех, кто был не согласен с церковью. Об этом написано в Откровении 13, что дано было ему вести войну со святыми и победить их. В то время христианам приходилось убегать под землю. Один историк написал, это хорошо известный факт, что церковь вела гонения. Папство признает эти действия. Они проводили публичные встречи, на которых они извинялись за сделанное в прошлом. Я знаю, сегодня эта церковь выглядит намного добрее. Но если вы знаете историю, британский историк Вильям Эдвард Ликки написал, церковь Рима пролила больше невенной крови, чем любое другое учреждение, когда-либо существовавшее в истории человечества. Любой протестант, обладающий компетентным знанием истории, не будет ставить этот факт под сомнение. Они подсчитали, что около 30 или 40 миллионов людей были убиты. Это хуже того, что сделал Сталин или Гитлер. Конечно, это не произошло за 2 или 3 года. Это происходило на протяжении почти тысячи лет. Много людей погибли. Также в Библии предсказано, что эта власть возникнет из 4-го царства, которое было из железа. Там сказано, что эта власть появляется из римского правления или 4-го зверя. В видении Даниила мы видим, что ноги у истукана были железные. Это говорится о Риме. Но ступни у него были из глины и железа. Религия сегодня смешана с римской религией. И вы знаете, в римско-католической религии вы по-прежнему можете увидеть, что есть множество практик, которые не находятся в Библии. Это стало смесью римской религии с христианством. Знаете ли, где мы находим в Библии об этой одежде, которую носят священники, а также все эти разные шляпы и тому подобное? Это не походит из Библии. Там проводится много церемоний и традиций, которые связаны с языческими церемониями, такие как солнцепоклонение. Откуда взялись эти нимбы над головами у святых? Вы увидите, что во всех языческих религиях они имеют этот солнечный нимб на голове у статуй. Там присутствует много элементов, связанных с солнцепоклонением. Много замешательства. Написано, что эта власть возникнет из 4-го царства, а именно римского. Это все сбылось. Дальше же говорится, что божий народ, святые, будут преданы в его руки до времени. Что это за период? Написано «до времени, времен и полувремени». Это 3,5 года. Также посмотрите в Откровении 13,5, написано «и дана ему власть, действуя 42 месяца». Это срок правления этой власти. И ранее я говорил вам о отправной точке этого периода. Это 538 год. Время, когда эта власть была хорошо учреждена. Таким образом, если от 538 года мы пойдем на 1260 лет вперед, помните, что в библейском пророчестве один день равняется чему? Одному году. Вы найдете об этом говорится в языке Иля 4,6, а также в книге «Чисел» и «Евангелие от Луки». Вы найдете несколько посланий, которые учат этому принципу. И если от этой отправной точки 538 года, в этом году римский император Юстиниан покинул город, он оставил папе армию, папа стал главным правителем, он начал использовать войска с выгодой продвигать веру. Разве Иисус где-то учил этому? О том, чтобы мы силой приводили к нему обращенных. А если нет, то нужно убивать и преследовать. Нет. Он говорил «Каждый желающий пускай придет». Это свободный выбор, а не что-то принудительное. Таким образом, отправная точка — это 538 год. Добавив 1260, мы останавливаемся на 1798 году. Написано «Легальное признание владычества папы произошло в 538 году, когда в силу вступил указ императора Юстиниана, сделавший римского священника, более известного как папу, главой всех церквей». Как же лидер христианской церкви мог оказаться в управляющих кругах Рима? Разве первые собрания церкви не происходили в Иерусалиме? Кто-то задавал себе этот вопрос? Сделавший римского священника главой всех церквей, толкователем доктрин и корректором еретиков. Также в истории христианской церкви вы можете прочитать, что Вигилиус, под военной защитой Велизария, взошел на папский трон в 538 году. Это очень укорененная дата. Отправная точка — это 538 год. Написано, что эта власть будет править 1260 лет, или 42 месяца. Это один и тот же срок. Время, времена и полувремя. Этот период времени очень важен, его окончание будет значимым. Откровение 13.3. Написано, «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». Это была рана от меча. Что символизирует меч? Слово Божье. Тогда, в то время, слово Божье печаталось на языке народа. Они начали видеть несоответствие. Это время, когда началась протестантская реформация в 16-м столетии. И когда, наконец, павство потеряло свою политическую власть, написано, что одна из голов его как бы смертельно была ранена. Но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем. Как все это произошло? Наверняка вы слышали о Наполеоне Бонапарте. Он сметал всю Европу, имел много власти. Одна вещь, которую он сделал, так это то, что ему не нравилось, что царковь в Риме не поддерживает его империю. Знаете, он объявил, что он становится императором. Он был очень влиятельным. Наверняка вы слышали о французской революции. Таким образом, Наполеон Бонапарт дал указ генералу Бертье отправиться в Рим, арестовать папу и упразднить папское правление. Это произошло в 1798 году, ровно спустя 1260 лет после 538 года. По ним была нанесена смертельная рана, они потеряли свою политическую власть. И тогда уже Франция начала сражаться за эту власть, а также Англия. Произошло великое изменение. Но написано, что эта смертельная рана исцелеет, и вся земля будет дивиться, следя за зверем. Еще одна характеристика, о которой говорится в Библии, так это то, что эта власть зверя виновата в богохульстве. В определении, богохульство означает две вещи. Первое — это претендование на силу и прерогативы, принадлежащие Богу. И второе — это заявление о том, что человек может прощать грехи. Таким образом, попадает ли эта власть зверя под эти две критерии? Мы по-прежнему друзья? Вы хотите, чтобы я продолжил? Я прочитаю вам официальные учения католической церкви. 20 апреля 1922 года, Папа Пий XI сказал, «Вам известно, что я являюсь святым отцом, представителем Бога на земле, заместителем Христа, что означает «я и есть им Бог на земле». Это официальное заявление Папы. Папа Лев XIII сказал, «Главным учителем церкви является римский понтифик». В таком случае, единомыслие необходимо, чтобы в согласии исповедовать одну веру, полностью отдавать себя на послушание церкви и римскому понтифику, чтобы служить ему как самому Богу. Понимаете? Обычно протестанты относят это в категорию богохульства. Вы можете прочитать во втором послании к фессалоникийцам, Павел говорит, что в последние дни этот антихрист сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. Чтобы вы понимали, храм Божий — это не еврейский храм. Библия говорит, «Разве не знаете, что вы — храм Божий, что означает, на земле будет религиозная власть, которая будет сидеть и царствовать над Божьим народом». Таким образом, когда мы молимся, нужно ли нам делать это при посредничестве Папы или священника или Марии? Или через Святого Духа мы напрямую идем к Иисусу, и затем через Иисуса мы приходим к Отцу, верно? Таким образом, вещи в церкви изменились, и церковь отошла от Библии и ее истины. Поэтому это так важно. Написано «противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью». Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Второе определение богохульства является заявлением, что человек может прощать грехи. Если вы посмотрите в Писании Католического Священства, это не я написал, это они говорят о себе. Там написано «Сам Бог обязан соблюдать решения Его священников». Бог обязан соблюдать решения Его священников и прислушиваться их в вопросе прощения или непрощения человека для отпущения грехов. Таким образом, священник решает, должен ли Бог просить человека или нет. Это очень удобное учение, так как это означает, что вы не можете получить прощения, не пройдя через папскую иерархию. Библия говорит, мы приходим напрямую. Я могу смело прийти перед трон благодати через Иисуса. И не поймите это неправильно, там есть множество хороших людей. Я думаю, даже некоторые лидеры не понимают этих вещей. Я знаю священников, которые смотрели наши программы, и они говорили, пастор Даг, впервые в моей жизни я прозрел. Я пришел ко Христу и понял Библию. Таким образом, вам необходимо проповедовать правду. Не всегда у вас будет много друзей, когда вы будете проповедовать правду. Но правда остается правдой, она не изменяется. И между прочим, я не закончил читать эту цитату. Там дальше написано «Под приговоры папы, Бог подписывается, Он следует, Он принимает решения священника». Дальше в Библии говорится, что эта власть возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Вы знаете, что написано в официальных заявлениях католической церкви? На экране вы можете увидеть источник этого заявления. Там написано «Папа имеет право изменять времена, упразднять законы и располагаться учениями Христа». Я не верю, что это правда. Я думаю, что слово Божье неизменно, верно? Я уже говорил вам, что если вы побываете в базилике святого Петра, вы увидите там его статую, пред которой люди преклоняются и целуют его палец. Еще одна вещь, которая изменилась, знаете ли, всегда, когда я еду играть в бадминтон, в Сакраменто, я проезжаю мимо католической церкви, у которой на улице стоят 10 заповедей. Однажды я остановился, чтобы посмотреть. Это было замечательное произведение искусства, но я увидел, что у них нет второй заповеди. Она была вычеркнута. Что они сделали, так это разделили 10 заповедь на двое. Проверьте это сами. Убрали вторую об идолопоклонстве. Они просто написали «Да не будет у тебя других богов» и полностью пропустили заповедь, которая запрещает идолопоклонство и поклонение изображениям. Простите, друзья, но это закон Божий. Вам нужно послушаться закона Божьего. Если я хочу кому-то угодить, я хочу угодить Богу. Написано, что это будет всемирная власть. Мы уже об этом говорили. Она глобальна. И я думаю, кто может не удивиться событиям недавних визитов в Папу в Соединенные Штаты, где собирается совместное заседание Конгресса, чтобы выслушать Папу. Разве Папа не является тем же пастором? Или, возможно, он не просто пастор? Вы знали, что Ватикан — это независимая страна? Это независимое государство. Они не платят налогов Италии. У них есть собственная армия, которая называется «Швейцарская гвардия». В населении 109 акров там проживает тысяча человек. У них есть послы по всему миру. В свою очередь, США имеет своих послов в Ватикане. Это церковь. Они не пригласят лидера другой динаминации, чтобы обратиться к ООН. Они не будут с ними возиться. Друзья, это что-то, о чем Бог пророчествовал. Это больше, чем просто динаминация. Это политически-религиозная власть с невероятным влиянием. И, вы знаете, я... Я бы хотел встретиться с Папой Франциском. Он кажется хорошим человеком. Он напоминает мне моего дедушку. Он выглядит, как мой дедушка. Я бы даже мог выглядеть, как папа. Правда, для этого мне бы пришлось брить свою бородку. Но он кажется хорошим человеком. Вы понимаете, что мы не говорим о людях. Но, если честно, я бы не отказался поделиться с ним библейским уроком. Я не знаю, чем бы это закончилось, но... Этому учит Библия. Объединенные нации, мировые лидеры, собрались, чтобы технически послушать пастора динаминации. Но они знают, что он не просто пастор. Это очень влиятельное учреждение. Оно богатое. Оно имеет авторитет. Кто решил этот конфликт между Кубой и США? Папа летел на Кубу. Там он встретился с их лидером и... Но сперва по телефону. Очень могущественное учреждение. Друзья, поделившись этим с вами, главное, что я от вас хочу, это чтобы вы задавались вопросом, что же говорит Библия? Предсказал ли Бог, что произойдет в этом мире? Сегодня я немного поговорил о католицизме в пророчестве. В следующих уроках мы поговорим об Откровении 17, где написано о жене, сидящей на звере. Там сказано, что она является матерью блудниц. Таким образом, у нее есть дочери. Что символизирует жена? Церковь. Это означает, что есть другие. И поскольку она является блудницей, ее дочери также находятся в неверии. И вот мы узнаем, что есть много других христиан и других динаминаций. Это дочери, которые вышли из матери церкви, но остались неверными Богу. Пророчество говорит много о неверии, которое войдет в церковь. Иисус хочет возвратить своих людей назад к Слову, перед тем, как Он придет назад на эту землю. Поэтому мы проповедуем эти послания. Цель пророчества заключается в том, чтобы предупредить, уберечь. Оно не говорит о возвышении одного учреждения на другим. Оно говорит о том, каковы учения Иисуса. Какова есть правда, которая спасет нас от наших грехов. Христос дал нам эти пророчества не для того, чтобы заинтриговать нас, но чтобы предупредить, уберечь нас. Есть множество хороших людей, которые находятся в замешательстве ложных учений. И каждая истина, о которой человек узнает, Иисус говорит, истина сделает вас свободными. Она освобождает, спасает. Она помогает людям увидеть свет и понимать характер Бога лучше. Вы можете сказать «Аминь»? Я надеюсь, вы изучите эти вещи самостоятельно. Прочитайте эти пророчества, с которыми мы сегодня делились с вами. Откровение 17, Откровение 13, Откровение 12, Даниила 7. Посмотрите, не выйдет ли из этого картина. И я верю, если вы будете идти по Библии, вы поймете, что нет другой интерпретации этим пророчествам. Но самое главное, это то, чтобы мы отдали наши сердца Богу. Могу ли я помолиться с вами, друзья, перед тем, как мы закончим? Дорогой Отец, пожалуйста, дай нам своего Духа. Ты сказал, если мы взыщем, то найдем. И мы очень благодарны за твое обетование, о том, что на земле будут люди, которые соберутся на песке морском, получившие победу над зверем. Поэтому я молюсь, чтобы каждый из нас мог оказаться в этой группе. Во имя Иисуса мы молим. Аминь. Божьих вам благословений, друзья. Пожалуйста, не пропустите завтрашний урок. 144 тысячи и печать Бога. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok